Здравствуйте, уважаемые подзыватели сайта Комсомольской правды. Сегодня у нас в гостях певица Катя Бружинская, которая ответит на вопросы наших читателей. Всем добрый день. На первый вопрос у нас будет традиционный вопрос от Комсомольской правды, вопрос с днем. В Украине новый главный милиционер, им стал Виталий Захарченко, возглавлявший до этого Государственную налоговую службу Украины. Наш вопрос, с чего бы Вы посоветовали начать новому инвестру МВД? Во-первых, я знакома с этим человеком лично и искренне его от всей души поздравляю. И надеюсь, что, уверена даже, что у него все получится в этой должности. А с чего начать посоветуете? Не посоветую, потому что не имею отношения к Министерству внутренних дел. Я могу посоветовать и в бокале, в том, чем я профессионально занимаюсь. Поэтому я не советчик. Я могу только порадоваться искренне за успех. Спасибо. Теперь вопрос от наших читателей. Катя задает вопрос Кате. Привет, Катя, у меня будет несколько вопросов. Первый, планируете ли тур по Украине? Планирую. Я думаю, что это будет свечем долю. Еще несколько вопросов от Кати. Счастье для Вас это? Это в первую очередь благополучная семья, здоровье близких, огромная взаимная любовь, прекрасные дети и творческие достижения, востребованность для артиста. Это все составляющие счастья. Можете просить питательства? Смотря питательства в чем? В личной жизни или в работе. И все зависит от ситуации и от человека. Не могу сказать, что нет, не прощу. Последний вопрос от Кати. Есть ли Вы в социальных сетях? Часто ли там бываете? У меня есть страница ВКонтакте, официальная, где можно узнавать все новости о моей творческой жизни. Здесь много фотографий, есть фан-клуб. К сожалению, друзья уже принимать не могу, потому что уже больше 10 тысяч друзей. Так что, и уже почти 5 тысяч подписчиков. Подписчики, добавляйтесь, пожалуйста, узнавайте все новости. Иногда бывает, не могу сказать, что часто. Сами там пишете, отвечаете на вопросы? Да, общаюсь с людьми. А на фейсбуке нет? У вас в фейсбуке есть? Есть, но туда не захожу. Далее Наташа интересуется, когда услышим от Вас песни на английском языке? У меня есть песни на английском языке. Песня из репутара А.Б. The winner, the star of the world. Мне кажется, что на английском у нас будет все. А вот если бы Наташа поинтересовалась моей творческой жизнью, она бы узнала, что я пою еще на итальянском, на испанском, на иврите. Так что на остальные языки для меня не вопрос. Далее вопрос от Риты. Катя, что Вас связывает с Джулой? Катя, что он сделал Вам предложение? Если да, то поздравляю, а если нет, то как к таким слухам относится Ваш любимый? Мой любимый еще просто не слышал. Слава Богу, до него еще не дошло, еще не донесли. Поэтому пока тишина. Андрея я очень уважаю и прекрасно к нему отношусь. Я ему очень симпатизирую. Он очень яркая, эмоционально-творческая личность. И на моем сольном концерте 11-го числа у нас с ним будет даже очень такой интересный совместный номер. Очень пикантный. А что, откуда пошли слухи, что он сделал предложение? Мы снимали новый видеоклип на песню «Желанный» режиссером был Александр Филатович. И в этом клипе действительно Андрей Джуджуло сделал мне предложение, подарил кольцо. Шикарное. Причем отыграл очень натурально. Наверное, я тоже. Там интересный сюжет. У нас сначала ссора, в конце я его простила. Happy End. Поэтому следите. В конце ноября, в начале декабря клип уже будет на экран. В начале декабря, да? Конец ноября, начало декабря. Следующая опроса дает Рита. Добрый день. Смотрела шоу «Народная звезда». Ваша пара была лучшей. Вы всегда разные и ярко. Скажите, вы выиграли в шоу полмиллиона. Вам их отдали? И куда потратили деньги? Спасибо большое за комплимент. Это шоу устроится на том, что известный артист помогает человеку из народа стать звездой. И я сделала все возможное, чтобы обычный парень из Кривого Рога получил эти 500 тысяч гривен и начал свою сольную карьеру. С чем я его и поздравляю. То есть я, как педагог в определенном плане, наставник, со своей ролью справилась. То есть деньги ушли ему, да? Да. По уставу народной звезды деньги получает человек из народа. А звезда ему в этом помогает. Их получить, заработать. Вы знаете, как он распорядился деньгами? Он потратил действительно на свои продажения? Я знаю, да, что он поступил в Московскую консерваторию. Обучение для иностранцев там безумно дорогое. И я так понимаю, что все деньги ушли. Следующий вопрос от Шарлотты. Катя, вы можете подсказать, где купить билеты на ваше выступление деньгами в ноябре в Киеве? Нигде не могу найти. Кстати, было несколько вопросов. Люди жалуются, что нигде купить билеты. Берем шаг. Мне очень приятно. Я вчера разговаривала с директором дома офицеров. Слезно просила доставить несколько рядов, что мне сказали, что это невозможно. И билеты были раскуплены за неделю до концерта. И я обещаю вам, дорогие друзья, вы не переживайте. Я весной сделаю концерт во Дворце Украина, и мы все поместимся. Обиженных не будет. Я прекрасно понимаю, что зал небольшой, но я хотела собрать самых близких, самых настоящих, преданных своих поклонников, которые действительно давно ждали этой встречи со мной, творческой встречи. и я сделаю все возможное, чтобы весной мы с вами еще раз обязательно встретились. Не было обиженных. Потому что, могу сказать, что нажила себе даже в работе. Звонят люди, звонят знакомые, просят. Я говорю, поймите, что у меня нет ни одного билета. Я вот хотела сегодня принести на наш онлайн, чтобы разыграть билет. у меня просто нет ни одного билета. Ну, я принесла диск новый. Я принесла новый диск, и за самый лучший вопрос мы подарим этот диск, для вдохновения. Кокплея интересуется. Катюша, добрый день, такой вопрос. Планируете ли еще записать дуэт с каким-нибудь исполнителем, например, с Лепсом? Как раз о Григории Лепсе я и мечтаю. А давайте с ним. Очень многие артисты хотят спеть именно с Лепсом. Потому что это такая вершина, до которой хочется дотянуться. И главное это песня. В данный момент я прошу наших авторов, Сережи Бакуменко, который написал мне «Королева вдохновения» для дуэта со Стасом Михайловым, чтобы сейчас он нам с Григорием сочинил прекрасную песню. Как только будет песня, будет дуэт, да? А Григорий Лепс согласен? Мне еще ни один мужчина не отказался. Скромные. Так, вопрос от Ленки. Екатерина, а что связывает вас с барабанщиком Полей Нехно? Коллективные отношения. Начальник, подчиненный. Далее вопрос от Гриши. У вас такое шикарное тело, хотелось бы сексуальных клипов от вас. Откуда Гриша знает такие подробности? Я в мужских журналах не снималась. Держиного разглядела. На сцене, на концерте. Спасибо большое, мне приятно такой комплимент. Мне кажется, что в клейбе Белая Пантера достаточно сексуальный клип Сиболана Бадуева, который увидел меня именно такой. И вот продолжение о съемках в мужских журналах. Кирилл спрашивает, когда вы снимете стоп-лис? Народ требует, что делать? Я ожидала, что спросят, когда будет там такая-то песня, или вот такая вот. Оказывается, мужчинам нужно такое. Увидимое, да? Ну, поступают предложения в мужских журналах? Хотите вот сняться для журнала? Вы понимаете, если принимать участие в такой фотосессии, то это должно быть не вульгарно, а красиво, дорого, изысканно. И я считаю, что все равно самые интимные такие части тела, они должны быть прикрыты. То есть, я не порно-звезда, и мне это не нужно, хотя у меня все в порядке, и мне есть что показать. Ну, не хотелось бы, чтобы вся страна видела то, что видит мой любимый человек. То есть, лучше я буду эксклюзивной для него. Слава Богу, то, что я не раздеваюсь, не влияет на количество моих концертов, и публика меня любит не за третий размер груди, а за энергетику, за голос, за определенный стиль музыки, за то, что я занимаю определенную нишу, что я не похожа на других. Вопрос от Анастасии. Здравствуйте, Катя. В прошлом году ходила на ваш концерт в городе Мергороде. Очень понравилось. Вы, Великая Молоченька. А когда будут новые песни, клипы? Очень уж жду. Вот мы недавно отсняли клип на песню «Желанный». Огромное спасибо Виталию Волкомуру, автору этой песни. И планируем через неделю две снимать клип на песню «Нежный, родной». Эту песню тоже написал Виталий Волкомур в тандеме с московским автором Леоной. И у меня уже есть интересные идеи к этому клипу. Я в финале хочу быть в таком новом для меня образе. Я не буду говорить в каком. Это будет определенной фишкой, секретом, сюрпризом. Но такой меня еще не видел никто никогда. Но это очень позитивный образ. Очень. Анечка. Доброго дня, шановна Катерина Володынина. Боже, заканчивается. Скажите, пожалуйста, какие особой стерезы характеры вы поважаете в людях? Для меня очень важно, чтобы человек отвечал за свои слова. Порядочность, искренность, коммуникабельность и профессионализм. это то, что касается работы. Если это касается личной жизни, в первую очередь это преданность, доброта. И если мы говорим о мужчине, то мужчина, конечно, должен быть защитником, кормильцем. и он должен понимать, что он за свою семью, за свою женщину несет ответственность. Он должен вникать в вопрос семьи и делать возможное, чтобы женщине и его детям было комфортно. дали вопрос задает Анна. Здравствуйте, Катя, мне очень нравится ваше творчество, поэтому хотелось бы узнать ваши дальнейшие творческие планы. Заранее спасибо. Аня, 11-го числа послезавтра у нас сольный концерт в Киеве, 14-го числа мы выступаем в Трусской акции сольный концерт у нас кассовый, 16-го мы в Кировограде. Дальше не буду рассказывать тех планов, их можно посмотреть на моем сайте, где можно нас увидеть и услышать. Кроме того, на радио Шансон сейчас будет в ротации песня «Померещивость». Это очень мощная песня, с таким острым грамматическим сюжетом и песня о женщине, которую предали. Ну, к сожалению, в наше время эта история близка многим и на концертах я вижу слезы на глазах у многих женщин и когда выходят на сцену и там говорят «Катя, спасибо вам, вы спели обо мне и я поняла, что надо продолжать дальше жить. Спасибо за эту песню». Так что ждите на радио Шансон. Кроме того, уже Гавриго будем снимать еще один новый клип и будем готовиться к весне. А, в смысле? Что значит готовиться к весне? К новой песне? К весне. К весне. К весне. Учитывая то, что спрос превышает предложение, нужно расширяться. Так, следующий вопрос у нас от Любы. Катюша, у вас такая красивая фигура, вы вообще не едите сладкое? Люба, если бы вы знали, сколько я ем, мы никогда не поверили. И если бы многие артистки видели, что я ем, когда и как, они просто были бы, ну не знаю, в глубоком шоке, потому что я ем очень много. Я люблю поесть. И я обожаю сладкое. Причем в огромных количествах в любое время суток. Это су-фу. Пока что не особо это видно по фигуре. Ну, стараюсь заниматься спортом. И сцена не дает мне возможности просто расслабиться и поправиться. Ну, конечно, любую мужчину привет. А часто ходите в спортзал, чтобы пробежать? Ну, мне хватает раза в неделю для того, чтобы не поправляться. Здорово. Спасибо родителям. Генетика. Хорошая генетика, да. Так, Виталий пишет, Катя, а какие есть у вас домашние животные? И боитесь ли вы змей? Я не боюсь змей. У меня была даже передача на 1-1-1, где в руках я держала настоящих маленьких кобр. но у них яд забрали, я так понимаю, медик, перед тем, как мне едать. Я их не боюсь, но не могу сказать, что я их люблю. Это немножко не мое. У меня в закрытом доме живет 6 котов, правда, на улице. У них есть специальный дом. лабрадор, марик, два попугая, и дочь очень просит пони. Но у папы на даче есть два пони. Мы, правда, редко приезжаем, но вот, когда есть побольше времени, я вожу туда Леночку кататься. Папа там вообще целая ферма. Фазаны, лебеди, куры, видов всяких. Я не знаю даже, как они называются. Папа там и прививки им делает, и разводит. У него такая на старости лет хобби такое появилось. Ну, успешно. У вашей дочки счастливое детство. Судя по всему, столько животных. Все дети мечтают о собаке, о котике. А тут такое разнообразие. Я думаю, что Леночка будет будущим ветеринаром. Ей безумно нравится животное. Я сама умею делать уколы. Я делаю уколы и людям, и животным, когда нужно. И когда Марик заболел, я колола ему антибиотик, и ребенок рядом со мной присел. Матух, давай я тебе поможу, а тогда я подрюмаю. То есть, она уже хочет помогать. Ей нравится лечить животных. Ну, кроме дела, у нас там еще с переломанным крылом ворона. Компания веселая. Мы это пытаемся как-то тоже лечить, восстанавливать. Но у нее настолько грозный вид, что ни кот, ни собака, ни кухне не подходят. А где вы ее нашли? Она сама так прилетела и вот прибилась возле дома, и так, в уголочке, в кустах, мы питаемся кормить. Ну, я забыла сказать, что он еще четыре ежика. И самое интересное, что они едят собачий корм. Ну, шерсть у них пока не выросла, но они уже даже перестали бояться, они даже приходят днем. Кроме того, у меня мама вообще собачница и страшно любить животных каждое утро. У нее начинается с того, что она ставит такое огромное ведро и варит, я не знаю, какие-то каши, что-то готовит и всех в округе бродячих собак мама кормит. Когда я приезжаю и вижу, что они все под воротами сидят, штук тридцать, мне становится плохо. Так, вновь у нас вопрос от Вячеслава творческие планы на будущее. Отвечали уже. Да, вот народ, не разыгрываете ли билеты на свой концерт в этом интервью, к сожалению, ли? К сожалению, нет, но я слышала, что есть билеты, ну, очень мало перекупщиков, но не знаю, какие-то будут цены. Ой, кто-то зарабатывает, ну, так не очень красиво. Масляков, сегодня, кстати, сегодня 50 лет КВН, что можете сказать по этому поводу? Во-первых, хочу поздравить и сказать, что самое лучшее лекарство от всех болезней это смех. И как бы нам ни было трудно, если мы хотим быть счастливыми, мы должны научиться смеяться на зло судьбе каждый день. Муфа, красотка, пошли мне прямо сейчас воздушный пацанин. Наш постоянный пользователь Муфа и водя. Восточный мужчина? Он коллекционирует пацаны известных девушек? Видимо, да. И на не вопроса, пожелания, обожаю вашу песню удачи. Настя, у тебя с подчиненными рабочие или дружеские отношения? И веришь, что это чудеса? У меня дружеские отношения с моим коррективом, но я начинаю понимать, что все-таки нужно что-то менять. Все-таки начальник немного должен дистанцироваться и должна быть определенная граница, что можно, что нельзя, потому что мы слишком хорошие отношения, я начинаю из этого страдать. У вас большой коллектив? Если посчитать всех участников, 15 человек. Вопрос от Юлии. Катерина Владимировна, хочу работать в вашем коллективе. Как это осуществить? Есть ли у вас вакантные места? А кем вы хотите работать? Я не знаю, видимо, хочу. Там, кем возьмете. Возьмем. Ну, пускай девушка напишет, что она умеет, что она делает, будем думать. А куда писать? На сайт? Наверное, просто на сайт. Вконтакте, да? Да, пусть она пишет мне вконтакт или пиар-менеджеру. Мы, кстати, недавно замечательная девушка к нам пришла в коллектив Балет Амаза с Карином. Раньше наработала в коллективе Гайтаны. И замечательная девушка. Кроме того, у нас новая еще одна бэклокалистка, вторая. Была раньше одна Талия Резник уже почти пять лет. Сейчас появилась замечательная девушка, кстати, с программы Народная Зирка. Она тоже очень давно просила, хотела, и вот я решила взять ее на работу. И хочу сказать, что из музыкального училища Глиера очень много студентов, которые просятся, хотят получить определенную школу, и чем могу, стараюсь помочь. Кроме того, еще парень народной звезды, Рома Шурин, тоже часто приезжает, и в клипах с нами снимается, и иногда в этом поет. Так что я человек добрый, но, конечно, смотрю на профессиональные качества. Если человек заслуживает, то я буду спрашивать. Скоро ли будут новые песни? Спрашивают некий Т. Новый альбом, который вышел Королево Вдохновение, 19 песен, редко кто в наше время выпускает столько треков, кроме того, 19 плюс еще 4 минусовых песни. Примпесня Матерям уже поют во всех ресторанах, эта песня Виталия Валкамора опять же, Восвящение Матерям, Белую Пантеру все знают, Доченька, Королева Вдохновение и уже новая песня Нежный Радонь, на которую я собираюсь вытекнуть. Это самая последняя песня, она кстати уже есть в интернете, ее можно послушать. Вопрос от Лены. Катенька, есть ли у вас кавалер? Если да, то пожалуйста поподробнее. Но то, что есть мы уже знаем. Насчет поподробнее можно ли? Серьезный мужчина. Что касается пикантов укусов, лучше не бывает. Хочется безвозить. Здорово. Илона задает вопрос. Катюш, как часто вам удается проводить время с родными? Все свободное время я стараюсь проводить ребенка и мне задают часто вопрос почему Катя вы не появляетесь на тусовках. На что я отвечаю, что когда наши деятели в кавычках тусуются я либо на концертах в переездах с концерта на концерт либо в студии либо в паре графическом зале либо с дочкой и у меня нет ни желания ни свободного времени ходить просто гулять гулять тусоваться ну не знаю мне кажется этим занимаются без денег либо те которые хотят себе удачно продать или идти замуж пытаются с кем-то познакомиться я считаю что если судьба то вторая половинка найдет тебя совершенно не в том месте в котором ты будешь я знаю случай моя хорошая подруга просто шла по улице и мужчина который сейчас не он просто увидел ее из окна машины и он влюбился он с ней познакомился они уже почти 10 лет вместе причем она говорит что она была далеко не в самом лучшем виде была очень обычно скромно одета не накрашена без прически ну вот он увидел и притормозил попросил водитель а водитель выбежал сказал что мужчина будет с ней познакомиться вот такая история далеко не факт что девушки тратят время на тусовках ради встречи не знаю судьба это такая штука необъяснимая далее пишет нам Дарья Катя была ли у вас в детстве любимая игрушка если да то какие воспоминания с ней связаны у меня была не любимая игрушка а любимые у меня были коньки я мечтала о них ну года три наверное но семья у меня простая они были там сумасшедших денег но я хотела не просто коньки это были самые дорогие коньки они стоили почти 100 рублей они были из белой кожи московские в шикарной коробке я помню что это лезвие оно было заклеено специальной бумагой с маслом и когда я их получила на Новый год я думала что Дед Мороз но я увидела что Дед Мороз это папа который подлез под елку и положил я же не спала я наблюдала мне уже было все равно кто подарил но настолько было вот это детское счастье я помню я отдирала эту бумагу я нюхала эти коньки эту кожу это было что-то невероятное и я на ней каталась до 14 лет а потом еще соседская девочка маленькая получила их от меня наследство Дианочка интересуется вопрос касается имени тебе нравится свое имя как бы хотелось чтобы тебя звали как любишь чтобы тебя называли котеночек зайчоночек лапочка это Виталий ну ласкательные имена мне кажется нравятся всем женщинам спасибо родителям за то что они мне дали царское имя Екатерина это звучит гордо действительно мое имя подходит к моей фамилии Екатерина Бужинская хорошо звучит и не нужен псевдоним я бы не хотела чтобы меня звали по-другому я вообще считаю что если в имени присутствует буква Р это сильный человек независимо от мужской имени или женской буква Р она добавляет вот в характер такое вот что-то ласкательное я не знаю главное чтобы искренне ласкательное а в детстве как вас называли просто по имени родителям по имени Катюша называли Наташа спрашивает а какое будущее вы видите в своей дочери хотелось бы чтобы она занималась такой более земной профессией и я считаю что вообще медицина это здорово и у меня несбыточная мечта у меня есть подруги замечательная моя очень близкая подруга моя кума Татьяна Кавганич она в 30 лет стала кандидатом медицинских наук это очень рано причем сама защищала диссертацию и долго писала по ревматологии и я мечтала всегда тоже быть медиком и я бы сейчас пришла бы учиться в мединституте на стационаре но я понимаю что если я пойду учиться мне придется забросить карьеру не знаю Продолжение следует...